Здравствуйте, с вами Евгений Шувалов и это обзор первой классической партии между все еще чемпионом мира Магнусом Карлсоном и 18-летним Нодербеком Абдусаторовым. Итак, Карлсон играет белыми, буквально вчера он потерпел сокрушительное поражение от Аниши Гири и, конечно же, белыми фигурами он собирается немедленно отыграться. Делает ход С2-С4, Нодербек пока повторяет ходы чемпиона, разыгрывается симметричный вариант английского начала, белые играют Е3 и здесь Нодербек играет принципиально и очень амбициозно. Е7-Е5 захватывает пространство в центре, белые пока продолжают развитие, черные еще бьют Д7-Д5, максимум пространства, взятие на Д5, взятие конем. Карлсон делает короткую рокировку, Нодербек продолжает развитие и здесь Карлсон делает ход слон Б5. С одной стороны, это потеет темпа, ведь слон выходит на Б5 в два приема, но все-таки белые создают конкретную угрозу побить пешку на поле Е5, что заставляет черных реагировать. Взятие на Ц3 играет Нодербек, интересно то, что эта позиция уже встречалась в партиях Магнуса Карлсона, так он играл против Максима Вашьелограва в 2017 году и тогда Магнус просто побил пешкой от центра, согласился на размен ферзей и партия перешла вот в такое окончание, которое Максим все-таки сумел удержать и на 34 ходу партия завершилась в ничью. Однако против Нодербека Магнус играет более принципиально, он забирает пешкой к центру, черные укрепляют пешку на Е5 ферзем и Д2-Д4 бьет по центру Магнус. Взятие на Д4, массовые размены и просто слон Д7 избавляясь от связки. Здесь Магнус подумал примерно 10 минут и отступает конем обратно на Ф3, избегая тем самым размены фигур и пытаясь максимально осложнить игру, но если объективно взглянуть на позицию, то видно, что каких-то больших проблем черные не испытывают. Они могли бы, например, прямо здесь сделать короткую рокировку без каких бы то ни было проблем, но Нодербека решает вначале занять большую диагональ, попутно нападая на ладью. Ну, в его расчеты, видимо, входил ход ладья B1, потом короткой рокировкой и черные не испытывают серьезных проблем. Однако здесь Магнус удивил шахматный мир жертвой качества. Он играет слон А3. Очень смелое и рискованное решение. Черные выигрывают ладью на поле А1 и уволят короля в длинную сторону. Да, Магнус не допустил короткой рокировки, теперь позиция обоюдоострая. У черных лишнее качество, но белые забирают сначала ладьей линию С, подвязывая черные фигуры. Король на всякий случай отступает с открытой линии и Магнус забирает пешку на G7, чтобы получить хоть какой-то эквивалент против черной ладьи. Нодербек играет ладья G8, нападая на ферзя. И здесь, внимание, в этой позиции чемпиону мира необходимо было проявить характер и сделать компьютерный ход, забрав пешку на поле H7. Человеку очень опасно, кажется, забирать пешки и вскрывать вертикали напротив собственного короля. Ведь, согласитесь, у черных еще и лишние качества, и для ладьей вскрываются линии. Но, как ни странно, именно это взятие было бы сильнейшим продолжением. Например, слон G4 могли сыграть черные, белые бы отступили слоном на Е2, размен-размен, ладья H8. Потом побили бы ферзем пешку на H2, и после отступления короля ладья C8, и игра была бы примерно равна. В партии Магнус 16 минут размышлял над взятием пешки H7, и в итоге все-таки не решился и отступил ферзем на поле B2. Это казалось намного слабее, поскольку у черных нашлось сильное продолжение слон G4. Оказывается, что не грозит взятие слона на поле C6, поскольку черные могут смело побить ферзем, и белые не могут брать ферзя из-за слабости первой горизонтали. Магнусу пришлось отступать на поле Е1 конем. Последовала ладья D1, и черные меняют пару ладей, что, безусловно, к их пользе. Здесь, наверное, самым точным было бы H3, делая форточку и одновременно отнимая поле G4 у черного слона. Однако, Магнус отступает слоном на поле F1. Уже здесь видно, что все фигуры белых идут назад, и, безусловно, перевес на стороны черных. Ну и здесь Надербек мог бы получить серьезный перевес, просто вернув слона на поле G4 и готовая перевод его обратно куда-то в район поле C8. Там слон располагался бы максимально безопасно, защищал собственного короля, помогал атаке на белого короля, но и здесь белым пришлось бы непросто. Однако, в партии Надербек спешит использовать свое преимущество. Он играет конь Е5, подбрасывая фигуры в атаку. Магнус, наконец-то, делает ход H3. Ну и здесь, наверное, самым точным было бы отступить королем в угол доски, однако Надербек играет очень агрессивно. Слон F3 пытается продавить пункт G2, следует ферзь D4. Наверное, ферзь D4 это тоже объективная неточность. Движки указывают на ход ферзь B1, в идее атаковать пешку на поле H7. Ну и теперь, в случае отступления слона, белый смело забирает пешку на H7. А если черный играет ладья G6, прикрывая пешку, тогда следует ферзь B4, грозя шахом с поля F8. Потом слон нападает на коня, но и где-то здесь белые все-таки добираются до пешки H7 и получают достаточную компенсацию. Но в партии получилось, кстати, примерно то же самое. Ферзь D4, последовал ладья D8, ферзь отступил на поле H4. И после хода слон D5, Магнус забирает пешку на поле H7. Ну что ж, наконец-то получилась достаточно компенсация за качество. Две пешки, черные играют слон C4, разменивают еще и белопольных слонов. Взятие, взятие королем, шах, король отступает и черные просто отступили конем на поле C6. Надо сказать, что в этой позиции, наверное, шансы сторон уже примерно равны, но все-таки черными играть чуть попроще. Следует ход, конь F3, Нодербек забирает пешку на поле A2 и слон F6, нападая на ладью, шах, король отступает из-под боя и Нодербек запускает свои проходные пешки. Ну что ж, позиция очень сильно обострилась. Теперь у черных две проходные на ферзьевом фланге, у белых две проходные на королевском фланге. У черных все еще лишнее качество, однако белый слон здесь тоже очень силен. Он одновременно и препятствует продвижению черных пешек, и помогает где-то продвижению собственных пешек, и может даже создавать какие-то угрозы черному королю. Так что Магнус чувствует себя более-менее в порядке. Играет конь D4, разменивает кони на ферзь D5, нападает на ладью, шах и точный ход F4. Интересно то, что в этой позиции белые уже не могут сохранить, черные не могут сохранить лишнее качество. Например, в случае хода ладья F1, взятие на C6, взятие на C6, и белый просто запускает вперед свою пешку H, оказывается, что слон здесь намного лучше, чем ладья. Слон одновременно помогает собственной пешке, задерживает черную проходную по диагонали, ну а ладья никак не может справиться с крайней проходной. Так что Надербеку вынужден отдавать качество обратно, взятие на D4, размен, и все переходит в ферзевый Эншпиль с одной лишней пешкой у черных. Конечно, черные сохраняют здесь перевес, но согласитесь, ферзевый Эншпиль это уже не так просто. Здесь многое зависит от положения короля, от того, насколько они могут защитить себя от всевозможных шахов, ну и, конечно, от того, как далеко продвинуты проходные пешки. Пока что Магнус играет великолепно, делает сильный ход в ферзь А2, задерживая черную проходную и нападая на пешку F7. Надербек отводит пешку из-под боя, и Магнус запускает свою пешку вперед. Надербек играет в ферзь H8, ну и в этот момент, видимо, белые могли четко уравнять игру, сыграв в ферзь F7, защищая собственную проходную пешку. И здесь, как ни странно, черные должны получить вечный шаг, ну и иначе, если они не толкают крайнюю пешку, то у белых тоже достаточно опасная проходная, и шансы сторон абсолютно равны. Однако, после ферзь H8 последовало взятие на А4, это не точное продолжение, поскольку здесь белые решаются какой бы то ни было контр-игры. Черные забирают белую проходную пешку, ну вот интересно, да, взятие-взятие, король отступил на поле G1, и ферзь F3, нападая на пешку G3, король H2, шаг на поле Е2, и вот, наверное, решающий момент всей партии, это ход король G1 от Магнуса Калсона. Движки утверждают, что точнее было бы пойти королем вперед, в этом случае король бы защищал хотя бы пешку на поле G3, и не был бы отрезан по второй горизонтали. Однако, вот после хода король G1, который избрал Магнус на Дерберг, находит сильный ход ферзь Е5, и смотрите, это нападение на пешку, защита собственной пешки, и одновременно черный ферзь становится в центр доски, максимально прикрывая своего короля от шагов. Пришлось сделать еще один ход королем, защищая пешку G3, и B7, B5 на Дерберг запускает свою пешку вперед. Дальше черные играли практически идеально, подтягивают короля, забирают пешку, всего одна лишняя пешка у черных, но беда в том, что белый король отрезан, пешка черных постепенно идет вперед, она поддержана ферзем и королем, ну и единственная надежда белых, это надежда на какой-то вечный шаг, однако черный король буквально ускользает от шагов, король С2 было сыграно, шаг, король отступил на Д1, и здесь уже видно, что если продолжать шаги, то все должно закончиться победой, каким-то разменом ферзей и победой черных. Ферзь H8, шаг на Д2, король отступил на G3, пешка дошла уже до второго ряда, ну и уже в этой позиции Магнус признал себя побежденным. Партия могла продолжаться следующим образом, например, Ферзь H7, препятствуя прохождению пешки шаг, король отступает, король С1, грозя превратить пешку в ферзя, и на шаг с ферзем просто закрываемся ферзем с шагом, разминиваем ферзей, после чего пешка проходит в ферзи. Такая вот интересная партия, надо отметить, что Магнус Каусен здесь проявил себя, с одной стороны, очень агрессивным и амбициозным шахматистом, уже с дебюта он пошел на смелую жертву качества, с идеей обостыть игру, ну а с другой стороны, в тот момент, когда нужно было проявить смелость и съесть вторую пешку, Магнус все-таки стушевался, не забрал пешку на поле H7, ну и Нудербек тоже не идеально реализовывал свой перевес, где-то Магнус мог соскочить в Эншпиле, но тем не менее, по сути, два раза эту партию выиграл Нудербек Абдул Саторов, и в результате чего он возглавляет турнирную таблицу турнира Tata Steel Masters после пяти туров. Да, молодой узбекский гроссмейстер Нудербек Абдул Саторов четырьмя очками из пяти занимает первую строчку. За ним располагается Ани Шгири, который тоже очень уверенно выступает в Вейконзее, и дальше еще один молодой талант Прагнананда, который делит третью-пятую строчку с ветеранами мировых шахмат Фабиана Каруана и Ливоном Ароняном. Интересно, что Магнус Карлсон после двух поражений подряд, что встречалось с ним, крайне нечасто скатился аж на десятое место в турнирной таблице. Такой вот у нас расклад. После пятого тура следите за новостями, играйте в шахматы. А с вами был Евгений Шувалов. Не забывайте поставить свой лайк и подписаться на канал.